Приветствую вас, дорогие женщины, возможно, мужчины. Меня зовут Анна, я ведущая практику Мандала, и сегодня мы поговорим о танце Мандала. Что же такое танец Мандала? Это не просто танец, это глубокая практика, это танец молитва, это погружение в тишину своего ума, погружение в свое существо, в свой центр. Что такое Мандала? Сейчас это достаточно много практик, связанных с Мандалами. Мандалы рисуют, мандалы плетут, мандалы высыпают песочком. И Мандала — это некий образ Божественного. Соединяясь с Мандалой, мы соединяемся со своим существом. И мы учимся принимать и интегрировать в себе все свои качества, все свои проявления. И танец — это один из прекрасных инструментов, с помощью которого мы соединяемся с собой. За счет чего это происходит? Движения в танце достаточно естественные и простые. И они естественны для женского тела, для женской природы. Это восьмерки, волны, спирали. Вот такие естественные движения. Но практика построена определенным образом. И наша задача во время этого танца — возвращаться. Возвращаться в присутствие. И случается это за счет того, что все движения, которые мы протанцовываем в танце, достаточно медленные, достаточно плавные. И наша задача — учиться присутствовать в каждом движении. Учиться наблюдать себя в каждом движении. Учиться слушать свое дыхание. Учиться слушать, как дыхание наполняет каждое наше движение. И это то, что возвращает нас в присутствие. То, что дает нам бессловутую осознанность. Основой практики является дыхание. И это дыхание по женскому принципу. Дыхание — это дыхание через рот. В социальной жизни, в обычной жизни, не обязательно дышать только через рот. Мы гармоничные существа. И у нас есть и женская часть, и мужская часть. И практика также направлена на то, чтобы соединять в себе мужскую и женскую часть. На то, чтобы гармонизировать в себе течение мужской и женской энергии. И дыхание помогает нам возвращаться в присутствие. Дыхание — это основа. Основа, на которую нанизываются все движения. Чуть позже мы более детально поговорим о дыхании. Как пришла эта практика? Как она проявилась в современности? Практика мандалы, практика танца мандалов, достаточно древняя. Она не менее древняя, чем йога. Но проявилась она в той форме, в которой сейчас она есть, относительно недавно. И проявилась она через маю, маю мандалу, маю курицу. И она пришла как воспоминание, как воспоминание опыта ее души. Практиковать танец, танцевать можно, конечно же, самостоятельно, дома. Очень хорошо танцевать на природе. Вместе с этим я хочу обратить ваше внимание на то, что очень важно получить некие настроечки, на то, что очень важно входить в практику с выстроенным телом, на то, что есть тонкости, о которых важно знать. И я приглашаю вас на занятия, которые проходят по женскому кругу, где вы сможете прочувствовать эту практику на себе. Редактор субтитров А.Семкин